Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я обещал сделать продолжение про Miro, в случае если вы проголосуете лайками и комментариями, я делаю продолжение про Miro. Единственная у меня проблема с выбором темы. Тут все заслуживает отдельного внимания. Но насколько я понял, они буквально недавно добавили новую фишку, связанную с прототипами сайтов. И сегодня я решил рассказать про нее, а на ее примере вообще о работе с инструментами. Вот тут у нас все инструменты какие есть. Про многие из них надо делать отдельные видео, но большинство интуитивно понятны. Вот это очень клево. Вставляем адрес URL, и он полностью подрезает страницу. Если бы вы делали это принтскрином, вам бы пришлось еще повозиться, склеивая потом несколько горизонтальных фото. По-моему супер. Не знаю аналогов. Или вот удобно, поиск картинок в Google. Нашли, вставили. Ну а мы про прототипы. Wireframes Library, библиотека каркасов. Это я сейчас в иконках, у вас откроются компоненты. Вот они. Все, что в принципе может понадобиться для создания прототипов. Во-первых, собственно оболочка. Десктоп, планшет, телефон. Да. Тут браузер сложно выделяется, надо ловить верхнюю панель. Ну и кинем под это все подложку. Вот у нас три девайса. Их можно сразу заблокировать, потому что двигать нам их уже дальше ни к чему. Таким же образом можно заблокировать все элементы на доске. Для разблокировки надо нажать и какое-то время удерживать кнопку нажатой. Ну и соответственно можно покрутить девайс. Переходим к созданию прототипа. Какая-то подложка, то есть фиксированная ширина страницы. Можно ее залить цветом, есть предустановленные цвета и общая палитра. Текст. Вообще по каждому элементу, который вы добавляете, свои настройки верхней панели. Но мне кажется это уже стало общим местом. Во всех современных приложениях они примерно одинаковые. А значит разобраться с ними несложно. И добавим сюда какой-нибудь календарь. Ладно, оставим сайт, это долго. Сделаем прототип приложения для мобильного. Mobile tabs. Кнопки. Не всегда легко их двигать. Вот. Подвинули. Направляющие тут очень удобные. Выравнивают по центру и по краям. Тут немного непривычно. Управление кажется, что расстояние между кнопками фиксированное. Но просто так вы выбираете масштаб, а так раздвигаете кнопки. И добавим сюда солнышко. Не знаю, конечно, насколько это хорошо. Тут все относительно. Главное, чтобы заказчику понравилось. По изображению, например, есть дополнительные настройки. Скажем, crop. Я говорю, тут верхние панели всегда разные. Но в них, и это, конечно, мне очень нравится в меру, нет ничего лишнего. Зато есть все, что нужно. Сравните, например, с настройками Photoshop. Так, ну и добавим сюда аватар. Нет, не так, а вот так. И какой-нибудь цвет подходящий. Опять же, главное объяснить заказчику, что он подходящий. Кнопки и текстовый блок. Стрелочка, это лишнее. А вот такой текстовый блок. Вселенная не терпит пустоты, поэтому внизу еще добавим вот такие кнопки. Опять же побольше. Не умещается. А вот так. Прототип готов. Нет, еще добавим вот такой вот фон. Серый. Правая кнопка мыши вызывает меню. И здесь есть send to back. Отправить назад. Опять же все объекты таким образом можно двигать по оси Z. Но это общее место для всех программ по работе с вектором. Так, у нас тут есть еще бордер. Можно менять толщину. Вид, скажем, сплошная линия. Можно убрать границу с помощью прозрачности. А можно сделать вот так. Без границы. Все, приложение готово. Нет, удалим все-таки этот фон. Очень страшно. Я боюсь, ни один заказчик это не примет. Дальше о том, почему миру, это интерактивная доска. Создаем фрейм. Например, страницы. И добавляем кнопку вот здесь. Типа она должна вести на главную. И мы делаем тут link to. То есть связать с другим объектом на доске. Нам предлагают кликнуть по нему или вставить URL. Кликнем, так как URL у нас нет. Тут опять не так-то просто попасть. Нужна вот эта верхняя панель браузера. Попали. Подтвердить. Вообще, чтобы не мучиться, можно брать link отсюда. Но сейчас. Итак, вот у нас кнопка, которая ведет на главную. А вот у нас прототип главных страниц. Но ведь круто же. И далее Ctrl-C, Ctrl-V. Главное попасть. Вот как будто у нас вторая страница. Сразу копируем link. И добавим еще одну кнопку. Link to. Вставляем link и подтверждаем. Нажимаем на кнопку. Переходим на вторую страницу. Или вот. На этом я закончу. При том, что все объекты тут никак не закреплены, двигая девайс, мы двигаем все вместе. Не надо их как-то отдельно выделять, закреплять. Он понимает, что это единый объект. А по раздельности они двигаются. И также, если мы скопируем и вставим, он вставит объект целиком. Вместе со всем содержимым. Это мелочь, но именно из этих мелочей состоит Миру. И в том числе из-за этих мелочей он завоевал такое количество поклонников. Поэтому если вы уже в их ряду, голосуйте лайками и комментариями за продолжение обзоров по Миру. А еще подписывайтесь на канал и любите друг друга. Поехали. 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 Поехали.